В одном из интервью вы сказали, что никогда не сыграете постельные сцены и смерть. Потом подумали и добавили, а также никогда не буду играть Джон Олигархов. Что такое с постельными сценами, почему нет смерти, почему нет с Джоном Олигархов? Ну, постельным, по-моему, понятно все. Нет. Непонятно? Нет, абсолютно. Почему красивая женщина не может сыграть постельные сцены? Нет таких режиссеров, которые бы это все красиво сделали. И сняли. Ну, Меньшов снял же Алентову свою супругу в «Зависть и богов». Знаете, я, наверное, не выдам секрет, что это была дублерша. Так, с постельным и сценами все понятно. Режиссера нет. Если был бы хороший режиссер, вы бы доверились. Нет, но потом зачем это все было? Как бы зачем это все? Все должно быть в глазах. Это раздевание тоже все в глазах. Я очень люблю крупные планы в кино, а не, скажем так, натурой, тем более обнаженной. Если, ну, даже если сказать, если нужно там для драматургии, там, для какой-то роли, я не знаю ни одной роли, для которой можно было там вот Тубертолучи. Вот как бы, у него все замечательно. У него молодые там девочки, а, например, фильм Рената Литвиновой, где снялась актриса из бриллиантовой руки… Светличная? Да, да, Светличная, я не помню, фильм Рената. Я понял, чем Рената. Смерть после «Калины красной» – это табу просто. Смерть в кадре, и то, смерть можно играть не в кадре. Там, допустим, героиня, вот сейчас вот, мы сейчас сидим с вами здесь, в Киеве, потому что я приехала сюда, собственно говоря, с одним информационным поводом, с премьерой. Вот моя героиня вот в этом фильме «Правосудие волков», да, вот она умирает. Но это не в кадре происходит. Это где-то? Это просто, там, ее сын, мальчик узнает, что она умерла. А если бы это было в кадре, я бы не стала сниматься. Вот, третий момент – жены олигархов. Жены олигархов? Ну, тут-то что уже? А вот что? А вот, слушайте, как гремит. Это гром, наверное, да? Жены олигархов, просто мне это все неинтересно. Вы хорошо знаете этот типаж. Вот я хочу сказать, я не очень хорошо с ними знакома, я практически с ними не знакома. Я черпаю информацию, наверное, как и все, из документальных каких-то фильмов про них. Собственно говоря. Они вам заочно противны, наверное? Они мне не то, что противны. Просто, вы знаете, этот вопрос, на самом деле, мне буквально там позавчера задали. Я ответила, что… И мы стали выяснять, что нет ни одной жены олигарха, которая бы стала хорошей певицей, хорошей артисткой, хорошей художницей, я не знаю, хорошим дизайнером. Возьмем, если творческие какие-то профессии, то есть ни одной. И чтобы вот выдающаяся такая личность, человек, чтобы что-то сделал в своей жизни, какое-то дело. И заодно она была бы женой олигарха. И заодно она была бы женой олигарха.